Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Алексей. Мы продолжаем выживать в игрушке сабнатика. И в прошлой части мы с вами получили от Альтеры полезную информацию о том, что в каюте капитана находится что-то, что поможет нам улететь с этой планеты. Вот, но также и собрали воедино все чертежи циклопа. Большинство людей в комментариях проголосовало за циклоп, поэтому, наверное, сегодня мы им и займемся. Так, для циклопа нужно 3 пласталевых слитка, 3 эмалевых стекла, расширенный комплект проводов, смазка и 3 свинца. Я все это дело уже посмотрел, чтобы сто раз не бегать наверх, поэтому, собственно, приступим. Для пласталевых слитков нам нужно сделать 3 слитка титановых. Один мы сможем сделать сейчас, как раз у нас освободится немножечко инвентарь от титана, потому что шкафы уже забиты. Так, есть. Дальше. Идем сюда. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще на 2 слитка. Делаем. Один и второй. Так, есть. Для пласталевых слитка нам нужно 6 единиц лития. Благо лития я вроде как насобирал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Не закрывайся, не закрывайся. Ты нам еще нужен. Так, пласталевый слиток. Раз. Пласталевый слиток. Два. И пласталевый слиток. Три. Есть. Так, эмалированное стекло. Что нам для этого нужно? Обычное стекло и зуб сталкера. Нам нужно 3 штуки. Значит, нужно сделать 3 обычных стекла. Раз, два, три. Вот так вот. Так, а что у меня соль здесь делает, а? Зачем я сюда соль положил? Я уже не помню, честно говоря. Но не суть. Не суть. Важно, здесь опять соль лежит. Так, надо покушать что-нибудь, наверное. Так. Хрум-хрум. Один посадим. Один съедим. Хорошо. Вот эта штука нам воду хорошо пополняет. Сразу же восполним истраченное. Все, нормально. Здесь все растет. Так, погнали делать стекла. Три обычных стекла для начала. Раз. Два и три. Так, зубы сталкера у меня, я надеюсь, остались. Да, четыре штучки есть. Три нам сейчас будет нужно. И делаем три эмалевых стекла. Я говорю эмалированные, да? Так, раз. Два. Три. Есть. Далее нам нужен расширенный комплект проводов. А для этого нам нужен обычный комплект проводов, золото и микросхема. Так. Давайте сделаем обычный комплект проводов для начала. Два серебра. Так. Теперь нам нужно сделать микросхему. А микросхема у нас делается из медного провода, золота и два пластинчатых коралла. Медный провод. Так, раз, два. Пластинчатый коралл имеется. И что там? Золото, кажется, да? С золотом. Так. Медный провод. И делаем теперь микросхему. Есть. Все, еще два золота. И будет комплект проводов у нас в кармане. Расширенный, конечно же, комплект проводов. Есть такое дело. Так. Теперь смазка и три свинца. Смазку мы можем получить из тех водорослей, которые у нас растут вот здесь снаружи. Точнее, вот из этих семян. Так. Одной вполне достаточно. Грибочки рассадить, что ли? Так. Пойдет. И вот эти, наверное. Чуть-чуть рассадим. Во. Нормально. Нормально. Смазка. Есть. Так. И три свинца мы возьмем вот с этого ящика рассыпухой. Свинца, кстати, что-то мало. Все, вроде все ингредиенты есть. Берем строитель транспорта. Изготовитель или как? Переносной сборщик транспорта. Вот он как правильно называется. Так. И пошли искать место. Где мы... Простите. Где мы сможем все это дело собрать? Надо такое глубокое найти, чтобы он бахнулся и бахнулся. Не на нашу базу прям. Чуть подальше отплыть. Во. Во. Пойдет. Пойдет. Теперь. Нужно разложить сборщик транспорта наш. Есть. Поднимаемся. Ага. Смотрит как раз на базу. Нет, не пойдет. Не пойдет. Собрать. Нужно нам разложить его вот отсюда, туда. Вот так. Чтобы он лицом смотрел в сторону противоположную от базы. Так, а где он? Ага. Смотрит туда. Ну, нормально. Теперь нормально. Теперь нормально использовать. Так. И, друзья. Волнующий момент. Погнали. Пух. Пух. Ну. Убери каку. Так. Вот он. Вот он наш плавучий агрегат. Сразу кто-то огни включил на нем. Капитанский мостик, да? Интерфейс весь. Такой голографический. Прикольно довольно-таки. Поднимитесь на циклоп. Конечно. Так. Что там робот каши мало ел, что ли? Ну, давайте. Обсмотрим его. Вот отсюда мы, значит, поднялись. Здесь у нас шкафчики хранилища. Имеются. Ну, не такие уж и вместимые. Но все-таки. Но все-таки чертеж еще один синтезировался у нас. Так. Где? Где? Какой? Улучшение камеры приманок циклопа. Понятно. Так. И что-то нам написали. Циклоп спроектирован под управление экипажем из трех человек. Только опытные рулевые должны управлять этим транспортом в одиночку. Ну, мы, если не опытные, то таковыми, наверное, скоро станем. Стыковочная камера для мотылька и для краба. Хорошо. Так. Тут просто отсек, да? И, друзья, моторное отделение. Вот такой вот двигатель. Здесь у нас энергоячейки по три штуки с каждой стороны. Тут у нас имеется изготовитель, который специально для циклопа у нас предназначен. Модуль глубины. Модуль глубины. Модуль эффективности двигателя. Генератор щита. Гидролокатор. Еще неизвестен нам. Ремонтный модуль. Система пожаротушения. И улучшение камеры приманок. То есть, это изготовитель, собственно, заточен под сам циклоп. Непосредственно. Дальше. Камера приманки у нас имеется. Сюда мы можем загружать пока что только одну. В дальнейшем, если улучшим, по-моему, пять штук можно загружать. Агнетушитель. Неотъемлемая вещь. Так, ну и вот здесь, собственно, модули мы можем ставить. Шесть модулей мы можем установить. Так, 1200 энергия, 1500 состояние у нас. Вот, хотя я не знаю, друзья, вот какой умный человек, скажем так, спроектировал подводную лодку на батарейках. Вот, к сожалению, не позволяет игра здесь ставить реакторы. А было бы неплохо, допустим, поставить тот же ядерный или биореактор. И таким образом, таким образом все это дело обеспечивать энергией. Так, это что у нас? Транспорт не пристыкован. Это ремонтная станция, судя по всему, да? Да, транспорт не пристыкован. Хорошо. Хорошо. Еще одна комната, где мы можем что-либо размещать. Тут у нас показывается целостность нашей подводной лодки. Еще один огнетушитель. Дальше. Здесь мы можем поменять цвет, название и так далее. И включить, выключить свет. Интересно. Управлять подлодкой. О! Двигатель выключен. 100%. Так, а где у нас... А, наверное, после запуска двигателя будут доступны его режимы. Понятно. Освещение у нас вроде как не тратит энергию. Это хорошо, это радует. Так, приманки, тихий ход. И это, наверное, управление камерами, я так полагаю. Да. Одна камера у нас. Вот, подкилим. Дальше. Следующая. А, нет. Вот это как раз. А, это винт. Это винт, да. Правильно. Это подкилим. Это винт. И рубка. Это камера сверху. Так, для выхода. Все. Я вас понял. Вот такая вот конструкция, друзья. Вот такая вот конструкция. Ну что, давайте его подгоним, наверное, поближе. Поближе все-таки к базе. Заводим двигатель. Вот они, режимы появились. Первый тихий ход, второй средний ход и быстрый ход, но он может привести к воспламенению. Так, опускаемся. Давайте развернемся. Такая вот у нас махина. Так, полезно иногда поглядывать вот эти вот камеры. Потому что можно не рассчитать глубину. и таким образом очень сильно навредить и самой подводной лодке и непосредственно самому себе. Так, давайте вот здесь где-то его пристыкуем. Все, двигатель остановим. Так, выключим лишний свет наружный. Внутренний не знаю я оставлять или тоже тоже выключить. Да, наверное, тоже выключим. Лишний раз, чтобы не светил. Все, погнали вниз. Не знаю, мне кажется, освещение раньше, вот в ранних версиях, оно тратило энергию. А сейчас, как дела с этим обстоят, я не знаю. Кто знает, в комментариях напишите. Стоит ли выключать свет или нехай он там горит, как говорится. Красивый, красивый агрегат. Спору нет. Может, еще поближе его подогнать. Ух, темно, страшно. Хе-хе. Вот так, наверное, пойдет. И стало у нас темно полностью, да? Стемнело. Хотя нет. А, затмение, наверное, было. Мы знаем, что здесь затмения у нас случаются. Так, ну что, друзья, вот он. Вот он наш циклопик. Так, надо, наверное, скриншотик организовать. Как-то, может, вот отсюда. Вот так. Все? Жалко, что нету для него такого же ангара, допустим, как для мотылька и для краба. Да-да-да. Так, ну-ка сообщение прослушаем. Местонахождение загружено в КПК. Вонди. Главный технический директор Ю-У погрузилась на 500 метров перед тем, как покинуть капсулу. Почти 2 километра. Так, а в какую это сторону? Мне, чтобы сориентироваться, нужно выплыть на поверхность. Кстати, смотрите, ласт и зарядка. У нас энергия глайдера пополняется. 40. 41. Хорошая вещь. Так можно батарейки заряжать. Так, пушка. Здесь у нас Аврора. Ага. То есть, это в сторону Горного острова, где-то там. Ммм. Довольно опасное там место, блин. Я вот не знаю, может туда нам стоит на костюме краб отправиться. Вопрос только в том, какая у костюма краб у нас глубина сейчас стоит. Кстати, какой-то модуль, по-моему, у нас для циклопа лежал. Да. Модуль эффективности двигателя. Давайте, может, его сразу поставим туда. Так, это скриншот. Координаты прилагаются. Все, это понятно. Модуль эффективности двигателя циклопа. Мы его где-то нашли, я не помню уже то ли на Авроре, то ли... Давайте поставим сразу же. так. Здравствуйте, капитан. Все системы в линии. Есть. Текущая эффективность двигателя 300%. О, модуль-то оказался рабочий и уже не надо изготавливать его, да? Так, вот эти вот хероборы тут плавают. не зацепят они нашу подводную лодку. Не хотелось бы. Так, сборщик транспорта, наверное, следует убрать. Че я его с собой таскаю-то? Давайте переложим. Вот, водички выпьем. Че тут у нас? Аптечка. Аптечка готова. Так, нормально. Нормально. Так, и, друзья, я, наверное, за кадром распланирую немножко, скажем так, мебель внутри циклопа. Сомневаюсь, что будет вам интересно наблюдать, как я тут ставлю шкафы в нем. Хотя, если вы хотели бы это увидеть, тоже напишите. Вот, а так вот вообще я планирую обустроить его за кадром. Вот, а в следующей части мы, наверное, все-таки сплаваем на Аврору в каюту капитана. Это первое. Второе, что бы мне хотелось сделать, так это отсканировать жнеца. У нас ведь сейчас есть стазис-винтовка, поэтому мы сможем с вами его заморозить и просканировать. Наверное, так и сделаем. Так, что у нас с энергией? Что у нас с энергией? Вода, вода, соль, пускай, пускай заново делается. Ага, уже полное здесь все. здесь уже все полное. Так, куда нам столько воды? Я, наверное, с собой брал. Может, еще один шкаф для соли сделать? Ну-ка. Там, титан нужен и не более того. Строитель у меня с собой? Строитель у меня с собой. Это что? Ага, необычная кукла. Титан, стекло. А тоже давайте сделаем. Почему нет? Украсим, так сказать. Нет, не то. Комнатку нашу еще. Так, стекло. Кварца всегда мы сможем еще насобирать, если надо будет. Так, куда мы ее поставим? Так, башкой она будет мотылять. А на аквариум нельзя? Нет? Жаль. Жалко, жалко, жалко. На кровать. давайте вот сюда вот. Так, что, мы просканировать ее даже можем, да? А, вот так вот. Вот так вот два титана нам дали. Короче, еще один способ, как профукать стекло, да? И теперь нам опять нужно стекло. Нормально. Все, друзья, сделайте эту куклу, не сканируйте ее. Это способ уничтожить лишние два кварца. как-то так. Странно довольно-таки сработало. Все, сканировать не буду. Использовать. Да ладно, еще и говорит. Да, интересная игрушка. Так, куда я шел? Что хотел-то? Что-то я хотел, куда-то я шел. Шкаф хотел сделать. Хотел сделать шкаф внутренней модулей настенный шкаф. Так. Не надо мне разобрать. Вот, изменить название. Вот так. Пойдет. И сюда сольку выложим. Это сюда. Ну, как-то так. Как-то так, друзья. Что ж, наверное, на этом я буду сегодняшнюю нашу серию заканчивать. В общем-то, ничего я пока больше не планирую. Хотел же посмотреть, что с энергией. Ладно. Здесь у нас идет тепловая энергия. Все нормально. Циклоп мы с вами построили. Ну, и в следующей части, как я сказал, поплывем на Аврору в каюту капитана и будем сканировать женица. Все, ребят, если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и увидимся в следующей части. Всем удачи и всем всего. Что я тут плаваю? Что я тут хочу найти? Сам не знаю. Так, соли у меня хватает. Красиво смотрится. Все, ребят, всем пока. Субтитры